Девушки отдыхают. А мне еще и вчера говорил Разумихин, что вы все не в памяти. Хорошо вам жить. Кто это ваше шампанское наливал? Уж и наливал. Так выпили. Гонорали. Всем пользуйтесь. Ничего. Последний раз и водки прикажете? Чаю подай, на водку я тебе дам. Воробушек любопытен я вам. Вы газеты читаете? Газеты. Про пожары пишут. Нет, я не про пожары. Осознайтесь, юноша. Ужасно хочется знать, про что это я читать собрался. Не хочется я так спросить. Нельзя спросить. Все ушки на макушке. Какая что-нибудь макушка? После скажу. А теперь, милый, объявляю вам. Нет, не то. Сознаюсь. Это не то. Показания даю, а вы снимаете. Да. Что читал, интересовался, отыскивал, разыскивал, до того и зашел сюда. Об убийстве старухи-чиновницы. Что читаешь, что же в том? А вы любите уличное пение? Я люблю. Особенно в холодный, темный осенний вечер. Непременно сырой. Когда у всех бледные и зеленые лица. Или когда снег падает без ветра, а сквозь него фонари. Не знаю, извините. Вы или сумасшедший, или... Или? Что или? Ну что, скажите-ка, что или? Ничего. Все вздор. А что, если это я старуху Елизавету убил? Разве это возможно? Поверили. Совсем нет. Так стало быть, верили? Вы так не верите. А о чем вы говорили, когда я из конторы вышел? Зачем я поручик Порев допрашивал после обморока? Сколько с меня? 30 копеек сего. Вот тебе еще 20 на чай. Сколько денег? 25 рублей. Вы же знаете, что ни копейки не было. Ну, давай. До свидания, приятный шаг. Пришла это она ко мне поутру. А, Мин Роменовна. Вся разодета. Чего ты передо мной бума не чуешь? Чего апельсин не чуешь? Я, говорит, хочу, Тит Васильевич, отныне впредь в полной вашей воле состоять. Вот оно как. А уж как разодета. Журнал. А что это, дяденька, журнал? Картинки раскрашенные. Из-за границы. Кому как одеваться. Мужской пол все больше в бикешек пишется. А вот по женскому отделению такие, брат, суфлеры, что отдать-то мне все... Вам чего-то? Да что тебе надо? Кто таков? Пол вымыли. А крови-то нет. Какой крови? Старуху-то с сестрой убили. Тут целая лужа была. Да что ж ты за человек? Я? Да. Пойдем в контору, там скажем. Нам запирать по раз. Замешкались. Уходить надо. А замуж будешь, так нельзя. Всяко бывает. Всяко бывает. А нехорошо. Вот намеки... Вам чего? В контору ходил? Сейчас. Сейчас был. А вам чего? Там сидят? Сидят. Помощник Грая Петрович там? Да, было время. А вам чего? Фотеру смотреть приходил. Какую фотеру? А где работали? Зачем, дескать, кровь отмыли? Тут, говорит, случилось убийство. А я, говорит, пришел нанимать. И в колокольчик стал звонить. Мало не оторвал. А пойдем, говорит, в контору, там все докажу. А кто ты такой? Я Родион Романович Раскольников, бывший студент. А живу в доме Шиля, в переулке. Спроси дворника, он меня знает. А вот взять да и свести в контору. Пойдем. Да, и свести. А вам чего? Чего ты пристаешь? Что? Струсил в контору-то. Чего струсил? Чего ты пристаешь? Выжига. Да с ним толковать. Пошел! И впрянь, Выжига. Ну, пошел! Пошел! Чуден человек. Пьян, не пьян. А бог его знает. Чуден нынче народ пошел. А все б свести в контору. А нечи с ним связываться. Как есть Выжига. Свяжешься, потом не развяжешься. Знаю. Грех-то какой, господи! Батюша, как усмотреть? Да кого я гнал? Али не кричал бы ему. И ехал-то непоспешно, равномерно ехал. Это так есть. Кричал-то им, правда, три раза прокричал. В аккурат три раза, все слышали. Пьяный свечки не поставит, известно. И лошадей придержал. Так он им под ноги. А лошади молодые дернули. Он вскричал, а они пущи. Вот беда-то. Я его знаю. Этот старной чиновник, титулярный советник Мармеладов. Он здесь живет, в доме Козыля. Доктора поскорее, я заплачу, вот. Пообразить себе не можешь, Полечка. До чего весело и пышно жили мы в доме у папеньки. Наш папаша был статский полковник. И уже почти губернатор. Орех-то зашить надо. Взяла бы иглу и заштопала. Тогда еще из Петербурга приехал камер-юнкер. Князь. Протанцевал со мной мазурку. Господи. Что это такое несут? Куда его положить? Сюда, на кровати. Петербург. Его вы не пугайте. Он переходил улицу. Не волнуйтесь, он начнется. Я велел сюда нести. Я у вас был, помните? Я послал за доктором. Добился. Оль, беги скорее к зоне. Скажи ей, чтобы она точно шла сюда. Дайте хоть спокойно умереть. Что за спектакль нашли с папирозом? В шляпах. Войдите еще. Доктор, слава богу. Доктор, слава богу. Священника. Да не в сутре в осуждении будет мне причащение святых твоих тайн, Господи, но во исцелении души и тела. Видно, что он еще очнулся. Неужели никакой надежды? Не малейший. Он при последнем издыхании через 5-10 минут умрет. Причащается раб Божий Симеон в оставлении грехов и в жизнь вечную. Батя Божий, у меня всех нас грешно. Ныне отпущайся раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром, як увидисто очи моих спасенья Твоей ежи и сил. Батя Божий, на улице встретила. Батя Божий, спаси и сохрани меня, слава Богу, святая Покровица, мой родственник, Будь защитой и надеждой и счастью нашей. Боже, дай мне силу, крепи веру мою, помилуй меня. Бог милостив, надейтесь на помощь Всевышнего. Милостив не до нас. А это грех, грех с ударами. А это не грех? Быть может, те, которые были невольной причиной, согласятся вознаградить вас хотя бы в потере дохода? Не понимаете вы меня? Да и за что вознаграждать-то? Ведь он сам пьяный под лошадей полез. Каких доходов? От него не доходы, а мука была. Ведь он пьяница, все пропивал, нас обукрадывал, а в кабак носил. И слава Богу, что помирает, убытку меньше. Простить надо в предсмертный час. А это грех, сударыня, таковы и чувства. Большой грех. Батюшка, все слова-то слова. Да и что прощение говорить-то? И то простила. Не надо. Я знаю, что хочешь сказать. Кто это? Соня. Дочь. Прости. Боже, что же теперь делать? Чем я его хоронить буду? Чем я детей кормить завтра буду? Боже! Катерина Ивановна, на прошлой неделе ваш покойный муж рассказал мне свою жизнь. Мы стали друзьями. Позвольте мне вот здесь 20 рублей, кажется. Прощайте. Ага. Что? Субтитры сделал DimaTorzok